Ну что, друзья, чем дальше в лес, тем все сложнее у всех вокруг получается серьезно относиться к кремлевской пропаганде. Да, многие говорят, что информационная война лишь обострилась. И Скобеевых самого разного засола с их бреднями не просто нужно, но и необходимо разоблачать. Позорище! Это слово олицетворяет собой у всех змогаров, бандеровцев, нацистов, предателей, смехотворных упырей, червяков и глистов. Не лезьте, не лезьте, психопаты, не Варшаву и Киев мы будем брать. Камня на камне не оставим на всей вашей поганой Европе. И Россия разрабатывает план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева – Польша. И мы даже не будем оспаривать это утверждение, а лишь скромно отметим, что чем сильнее Россия получает по ушам на фронте, тем круче плавит скрепных пропагандистов. Да, там, куда ни включи реальный утренник в клинике душанно больных. Богатырь с электроникой сложной, защитить свою родину рад. Мы в контейнер стальной осторожно, опускаем наш грозный сармат. Ну все, спасайся кто может. Армия, обещавшая налегке дойти до Варшавы и Берлина. Варшава – это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша. К этому времени бойцы ВДВ, им на переброску нужно всего два часа, успеют провести репетицию, отдохнуть, сварить праздничную кашу с тушенкой и отгладить парадную форму. На деле убежала даже из Лимана и Херсона, которые как бы присоединила Россия, судя по их же конституции. После чего убогим, видимо, совершенно ничего не осталось, кроме как бодрить народ песнями о ядерных ракетах. Дремлет комплекс командных приборов, ждет команды могучий заряд. Поразить неприятеля моры собирается русский сармат. Причем нам в этих завываниях всегда особенно нравится один, но крайне важный момент. А что это ты, дядя, не поешь, как ответочкой Россию в пыль сотрут? Жило 140 миллионов и все, никого нет. Ни детей, ни стариков, ни жалкого Вовки Путина. Ну же, почему бы об этом тоже бодренько не спеть? Эх, Россия, матушка, в бой готов, сарматушка. Верь нам с красным знаменем, бабушка. Из России, матушки, в дар глядят сарматушки. На соединенные штатушки. Давайте угадаем, чтобы холопы вдруг не догадались, что в противостоянии с НАТО у россиян есть два варианта. Либо лицезреть капитуляцию путинского рейха, либо умереть в радиоактивном пепле. Причем это же не какие-то наши фантазии. Даже лидеры пророссийских боевиков из Ордло признают, что без ядерки у России против НАТО шансов нет. У нас нет возможности. Мы страна, которая сейчас воюет против всего западного мира. И мы не имеем таких ресурсов, чтобы общевойсковыми средствами победить блок НАТО. Но у нас для этого есть ядерное вооружение. Мы его создавали специально для таких ситуаций. Ну а в целом, конечно, хит про сарматы американцев разве что насмешил. А если у кого и подгорело от безумных песен, то разве что у Вики Цыгановой. Эх, это ж теперь ее душевный порыв очевака Вагнера. В рейтинге убогости на второе место переходит. Хотя сейчас, конечно же, важно другое. Все же понимают, что вот эти вот угрозы, сотрясание кулачком, визги об ударе по центрам принятия решений... Бейте по центрам принятия решений, вы обещали, вы дали нам слово... Это исключительно от беспомощности. Чудаки 10 месяцев назад планировали быстренько разгромить Украину и показать миру типа новый мировой порядок. А в реальности над Россией только ленивый не смеется. И это не потому, что нам так хочется. Нет, судите сами. Цели спецоперации, заявленные руководством РФ... Мы будем стремиться к демилитаризации и деменсификации Украины. А это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей Родины надежно гарантирована. Если и выполняются, то в точности наоборот. Что там, ребятки? Демилитаризацию хотели? Демилитаризацию спецоперация выполнит легко и непринужденно. Это уже видно. А теперь вот у вас прямо у границы американские ПРО будут стоять. Посмотрите, вон, как огорчился от осознания реальности Скобеев. На наших с вами границах, на границах России, появляются системы противоракетной обороны США. Американцы продвигают свои системы и, как им кажется, на легальных основаниях установят их на Украине. Я уж не знаю, да еще. Это, Евгений, и все вашими стараниями. Уверен, еще в марте ни в Киеве, ни в Вашингтоне в такое особо не верили. То есть просто вдумайтесь. Путин пугал НАТО и требовал отодвинуть альянс на границе 97-го года. Если НАТО мирная организация, чего же плохого вернуться к инфраструктуре НАТО на момент заключения договора о России-НАТО 1997-го года? Вот, пожалуйста, мы создадим условия для повышения доверия и безопасности. Ну чего здесь плохого? А вместо этого получил Финляндию в НАТО и системы ПРО в Украине. Ну же, дед, вылезай из бункера и расскажи всем, что спецоперация идет по плану. Работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану. Ведь если это реально по плану, то Путин вполне может рассчитывать на медальку от Пентагона. Хотя мы, например, уверены в том, что Манкин-оперативник с годами превратился в обычного маразматичного деда, которому надо в трениках сканворды разгадывать, а он в геополитику лезет. Для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие, ответ России будет незамедлительным. И ладно бы, получив по соплям, Путин вел себя как мужчина, признавал просчеты и поражения. Но нет, чудак не только этого не делает, но и чтобы как-то отмазаться, заставляет бояр перекладывать свои же косяки с больной головы на здоровую. А Зеленскому просто никого не жалко из своих, ему же все равно. А на самом деле он не принадлежит культуре, духовности этой страны. Мы, признаться, увидев это видео, очень долго смеялись. Просто прикиньте, как комплексует Путин в бункере, если ему приходится цельную Захарову на люди выгонять, чтобы та, как ни в чем не бывало, называла бункерным Зеленского. Страшно, видимо, только за себя, за бункерных, тех, кто засел на банковый. А все остальные должны идти с точки зрения логики Зеленского в расход. Последний, кстати, помимо всего прочего, еще и украинцев якобы не жалеет. Ну да, это ж Зеленский отдает приказы мирных жителей бомбить, а не дед с фамилией на П. И мы прекрасно это понимаем, исходя из тех безжалостных преступных действий, которые он производит, находясь, как говорят его окружения, в уставшем состоянии. А теперь просто вдумайтесь в уровень дна. Если бы нечто подобное несла Скобеева или напрочь поехавший Соловьев, все бы покрутили пальцем у виска и забыли через пять минут. Но здесь же самую низкопробную пропаганду разгоняют на уровне МИД. Второе лицо российской дипломатии тупо позорится на весь мир. Страшно, видимо, только за себя, за бункерных. За бункерных. Зеленский бункерный, да? А чего же вы тогда пятые точки в угольки спалили, когда он в зоне досягаемости артиллерии в Славянске, Изюме и Херсоне гулял? Приехал в Херсон, приехал в Россию. Вот Зеленский, вот он Херсон. Херсон – это Россия, согласно российской конституции. Походил, погулял, сделал несколько скандальных, по моей личной версии, заявлений и поехал домой в целости, сохранности. Ну а пока Зеленский приехал безнаказанно на пиар-фотосессию в город Изюм. В милитаре, смотрите, цель у акции только одна – восторженные вопли и крики «Браво!». Можете хоть одно такое видео с типа небункерным Путиным показать? Да вы бы его с утра до ночи крутили, будь хоть что-то такое. Но кто-то делает, а другие только трындят. Ну или снимают о себе великом максимально опасные ролики, только почему-то в тысячах километров от передовой. Причем он же не просто бежит, а еще и пафосные стихи читает. «Мы ждем, а вы, как видно, только болтать, бойцы, издалека. Мы ждем, тот Петр, что с винтовкой, и я, Ахмат, что был с ПК». Рамзанчик, это была бы бомба-петарда-ракета, если бы ты ровно так же в районе Бахмута бежал. Что мешает, мамкин-то пехотинец Путина? Давай угадаем. Тупо страшно. Ведь под Бахмутом на раз умереть можно, а в ТикТоке нет. И вот подобное балабольство и глупая показуха – это главная фишка современной России. Одни песни про сарматы поют, другие воюют, но почему-то перед камерами в Чечне. А третьи вон Лондон бомбить собрались, ни больше и ни меньше. Не надо сначала по Вашингтону, слишком далеко, Лондон рядом. То главное рассадить всей гадости – это именно Лондон. И ты слушаешь, и так и хочется сказать, что-то вы с годами стали мельчать, господа. Саня Захарченко безо всяких бомбежек собирался Лондон брать. На самом деле нужно брать даже не Берлин, это нужно его пройти, взять Британию и все вот таковое. А Гурулев и спустя много лет кулачками трясет. Причем жалко так трясет, аж кошмарить не особо интересно. Мы должны слушать, что надо ударить по Москве, а мы должны стесняться говорить о том, что мы должны ударить по Лондону. Нет, говорить или ударить? Ударить, ударить. Все, спасибо, Лябко. Именно ударить по Лондону. Слушай, дядь, ну ты же депутат, генерал и далее по списку. Самому не стыдно эти больные фантазии на люди нести? Ведь ты же отлично понимаешь, что если хоть одна ракета полетит в направлении Лондона, через час ты в подвале будешь сидеть, а над башкой томогавки будут рваться. Ну а хорохориться у Соловьева, это же не мешки ворочать. Это пункты управления, военные базы, аэродромы. Я вас уверяю, каталог у нас в генеральном штабе должен быть. Тем более западным оружием по городам, которые вы считаете Россией, удары наносились десятки, если не сотни раз. Возьмем то же Ирмина, которое вы типа приняли в Россию, и красивейшую Бавовну после Хаймарсов. Ну же, Гурулев, что ж вы тогда по Вашингтону или Лондону не ударили? Зачем кого-то нового ждать, если по Вашей же логике уже вовсю работать можно? Но в ответ, как обычно, тишина. В современной России отвечать за слова давно не принято. Главное визжать погромче, обещать народу манну небесную, но как-то потом. Или вот еще вариант – строчить полную дичь в стиле сумасшедшего Дугина. Разводы не то, что аборты будут запрещены. Их не будет, нельзя и все. Женился, будь добр, так и живи до смерти. Всем ясно – свадьба один раз, аборты нельзя. Всем лежать смирно, любить царя и коня, храм слушать. За блуд костер, за кражи повешение, за хулу на царя вечная каторга. Это может Дугин на Лаврова намекает? Но сейчас же важно не это. В любой адекватной стране за такую писанину принудительно бы ставили на учет к психиатру. Но в России все наоборот. Дугина называют лучшим философом современности. Почитайте Дугина. Он самый авторитетный философ современности. Он сформулировал все константы нынешней геополитики. Он победил Бернара Анри Леви. А значит, победим и мы. И на поле боя, и в душах, и в сердцах людей. О памяти его дочки выпускают специальные медали. И когда ты это видишь, то окончательно понимаешь, насколько современная Россия больна. Ведь если бы они у себя весь описанный Дугиным трэшак устраивали... Дружины и семьи, полки и веси. И царь, чтобы всем было радостно и спокойно, смело и весело. Для этого царь. Всем было бы глубоко до печки. Но россияне же эту заразу за свои границы тащат. А значит, лечить болезнь нужно уже принудительно. Вот почему мы в который раз призываем поддерживать ВСУ. Ведь пока эти доктора в работе, чумные орки будут держаться на расстоянии.